Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». И сегодня у нас в гостях директор Департамента воспитания и социализации детей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Елена Николаевна Папуша. Елена Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Такое серьезное название департамента, так это все масштабно звучит. Может быть, некоторые и не слышали, что у нас есть такой департамент воспитания и социализации. Ну и раз уж программа «Работа» называется, давайте вот начнем. Чем занимается департамент? Вот в чем, так скажем, основной смысл вашей работы? Ну, действительно, многие могли не слышать, что у нас такой департамент есть, потому что появились мы совсем недавно, с 1 августа 2020 года наше Министерство образования и науки было переименовано Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. И мы единственные в России, кто носит такое название. И был сформирован новый департамент. Департамент воспитания и социализации детей. Это объясняется тем, что достаточно серьезно на федеральном уровне и на региональном уровне сейчас тема воспитания звучит. По сути дела, воспитание становится магистральной темой не только образования, но и всей социальной политики. Мы говорим и о социальной защите, и о трудоустройстве. Мы говорим о помощи семьям в воспитании детей. И поэтому захватывается большой пласт направлений органов исполнительной власти. То есть тема так стала объемнее, потому что именно воспитание – это все-таки не чисто образование. Это комплекс работы. Правильно, да. И мы говорим, что основная задача – найти социальных партнеров в воспитании. И очень важно, чтобы все общество понимало воспитание в едином ключе. Поэтому появились и указы президента, которые в качестве национальной цели ставят задачу по самореализации и развитию талантов. И как бы конкретизируется, говорится о формировании гармонично развитой личности, о воспитании личности. И очень важно, что сейчас на уровне Российской Федерации стали говорить об этом, стали обращать внимание. В 2020 году произошел ряд изменений в наш основной закон об образовании, который как раз вводит и определение воспитания, как трактуется это государством, и закрепляет, что во всех образовательных организациях должна существовать рабочая программа воспитания и план воспитательной работы. То есть вот одна из наших основных функций нашего департамента – это как раз продвижение государственной политики в сфере воспитания. То есть ознакомление, информирование образовательных организаций об изменении в законодательстве, помощь в реализации этого законодательства, ну и, естественно, небольшой контроль. Ну и, естественно, базируется это все не на какой-то там новой базе. То есть база-то в любом случае была, да? Немного пришлось, наверное, переформатировать, но основной такой набор, я не знаю, функций, определений уже был. Конечно. У нас, я хочу сказать, что Ульяновская область, наверное, такой замечательный регион в том плане, что мы никогда эту тему не отпускали. Мы эту тему всегда вели, и мы всегда с гордостью говорим, что Ульяновская область – это один из немногих регионов, который еще в 2013 году начал восстанавливать институт старших вожатых. То есть сейчас, когда заходит речь о воспитании на уровне Российской Федерации, самый главный вопрос – это кадровый. То есть кто будет заниматься воспитанием в школе? Ну, мы говорим о школе, потому что все-таки воспитание связано больше с детьми, и, как правило, большое внимание уделяется именно воспитанию в школе. Ну и школа – это все-таки охватывает практически всех детей. Да, конечно, всех детей. Вы правильно говорите. Всех детей охватывает. Поэтому главный был вопрос кадровый. И вот мы на уровне других субъектов Федерации очень хорошо в этом плане смотримся. У нас сейчас в наших школах 320 старших вожатых. Это 81% школ, где такой специалист есть. Старшие вожатые – основная задача – это развитие детских общественных объединений, детских общественных организаций, поддержка инициатив детей, организация их досуга, организация их занятости. То есть это как раз внеучебная, вне-классная большая работа. И у нас здорово, что есть такие люди, которые могут этим спокойно заниматься. В помощь классным руководителям и в помощь учителям-предметникам. Ну и в помощь, наверное, как там всегда был заместитель директора по воспитательной именно работе. Правильно, да. Да, замдиректора по воспитательной работе. Это тот человек, который от администрации школы контролирует. Но вот многие обращают внимание только на специалистов, у которых есть слово «воспитание». Но мы говорим о том, что на воспитании работают все педагоги в школе на своих учебных предметах, как классные руководители. У нас есть специальные такие специалисты – это педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы. То есть количество людей, которые занимаются воспитанием, в организациях их достаточно много. Наша задача как департамента – помочь этим людям методически провести какие-то семинары, форумы, познакомить с новыми технологиями, методами работы, рассказать о новых социальных партнерах. А мы очень рады, что у нас новые социальные партнеры появляются. Вот сразу, уже не первый раз звучит этот термин «социальные партнеры». Кто это? Это организации, которые не имеют своей задачи непосредственно на работу с детьми и воспитанием, но они обладают воспитательным потенциалом для развития наших детей. Как бы самые яркие – это детские общественные организации. Вот очень долгое время у нас в России не было всероссийских детских общественных организаций, после того, как пионерии комсомолы шли. Ну, пытались по-разному создать, но в 2015 году вот эта тема снова возобновилась благодаря указу президента, который подписал о создании российского движения «Школьников». И вот уже пять лет у нас российское движение «Школьников» существует, активно развивается. В 2016 году к нему присоединилось, ну, не в формальном плане присоединилось, а в том плане в работе с детьми и Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», и, соответственно, это вот наши основные социальные партнеры – детские общественные организации. Но в качестве таких партнеров могут выступать любые общественные организации. Например, организация «Ветеранов», «Боевое братство», общественная организация молодых художников или молодых журналистов. То есть те, кто готовы работать с детьми и работать с детьми позитивно. Конечно, как социальный институт, партнеры мы воспринимаем родительскую общественность. И очень важно, что сейчас у нас и в школах, и вне школ родители организуются. Есть у нас совет родителей, Национальная родительская ассоциация. В школах создаются семейные клубы, советы отцов, родительские патрули. Вот сейчас, в 2020 году, у нас была очень такая мощно прошла тема безопасности дорожного движения. И мы благодарны тому, что наши родители, они не остаются в стороне. Они уже осознают, что нельзя перекладывать функции воспитания только на школу. И у нас достаточно большое количество родительских патрулей появилось, которые помогают детям идти в школу. То есть они около школ, там, где есть пешеходные переходы, в начале учебного года, после каникул, когда дети немножечко забыли правила дорожного движения, помогают регулировать это движение. Ну, вообще, то есть это же произошло, я так понимаю, внутреннее переосмысление, если мы берем родителей. Потому что, действительно, вроде бы, что может быть проще? Отдал ребенка в школу, он там отучился, сходил в какой-то кружок, пришел домой. Ну да, дома можно посмотреть, там, выполнил он домашнее задание или нет. А здесь-то, значит, уже произошла какая-то деформация в том плане, что люди готовы, в том числе, там, тратить свое время, которое можно было потратить на себя, тратят на то, чтобы проконтролировать не только своего ребенка, получается, а в целом всех остальных. Ну, только я бы использовала слово не деформация, а трансформация. Ну да, пожалуй, будет лучше. В позитивном ключе. Действительно, наши родители, они становятся более осознанными. Многие родители понимают, что им не всегда хватает каких-то психолого-педагогических знаний, но они готовы эти знания получать. Поэтому у нас очень активно родители приходят на областное родительское собрание. Мы четыре раза в год проводим собрание, которое называем экспертное мнение, приглашаем разных специалистов из разных областей. Это тоже наши социальные партнеры, например, управление ГИБДД, управление МЧС, медицина катастроф, педагоги-психологи. И очень важно, что вот эти заседания родительского собрания у нас всегда возглавляет губернатор. То есть родители понимают, что внимание к родительской общественности у нас идет самым высшим должностным лицом. Потому что это важно, чтобы родители знали о том, что происходит, какие есть новые изменения. И родители, понимая это, готовы учиться и готовы принимать участие в жизни школы. А вот, соответственно, раз такая комплексная работа ведется, то есть родители сейчас еще и могут что-то изменить, правильно? Конечно, они могут. А также предложить, утвердить и внедрить? Правильно. В законе образования у нас есть несколько субъектов образовательного процесса. Это не только педагоги, дети, но и родители. Вот та рабочая программа воспитания, которую сейчас будут разрабатывать все наши школы образовательные, она разрабатывается педагогическим советом школы, могут привлекаться к разработке дети, активисты ученического самоуправления. И эта разработанная программа должна быть в обязательном порядке согласована с родителями. То есть родители должны быть в курсе всего, что происходит с детьми, не только в учебном плане, но и в воспитательном плане. И вы уже знаете наверняка, что у нас родители осуществляют родительский контроль, например, детского питания, школьного столовой. У нас родители могут организовывать досуг детей, то есть экскурсии, какие-то участия в мероприятиях, мастерских. Это их право и их возможность. То есть инициатива со всех сторон сейчас, получается, идет. Да. Абсолютно. И мы считаем, что это наиболее эффективно, когда не только учитель создает условия, дает указания, предлагает что-то, когда и родители предлагают. Когда родители готовы вместе с детьми пойти на экскурсию, принять участие в каком-то разговоре, принять участие в добровольчестве. Потому что сейчас новый тренд, он наиболее остро так звучит. В 2020 году зазвучал, когда у нас была пандемия, и вот эта всероссийская акция «Мы вместе», и наши школьники активно к этому подключились и принимали участие в акции «Спасибо, доктор!», и «Добрая открытка», чайные наборы собирали. Ведь без поддержки родителей это сделать очень сложно. Потому что дети, какой бы ни пользовался у них авторитет педагог, они все равно глядываются на своих родителей. И они всегда ищут одобрения у своих родителей. И очень важно, чтобы наши родители вместе с нашими педагогами одобряли правильное социальное поведение. Ну и опять-таки не перестаем говорить о том, что все идет из семьи. Дети впитывают живой пример родителей. Правильно, да. И здесь тогда у меня вопрос в том, что в семье может быть один климат, и родители могут, например, не так позитивно и активно включаться в работу, как родители одноклассника, например. То есть вот здесь не происходит какого-то такого рассинхрона легкого. Ведь всех надо привести к общему знаменателю. А ребенок видит в семье, может быть, не самые хорошие примеры. А в итоге ему говорят, что это же неправильно. Надо же... Ну, сказать, что это неправильно, это очень прямолинейно и очень сложно, чтобы ребенок это воспринял. Когда тебе говорят, что папа неправильно. Нужно дать возможность альтернативы. Нужно показать, что существует выбор. И выбор более социально одобряемым обществом. То есть нужно говорить о том, что ты можешь себя проявить более полно. Ты можешь получить больше возможностей. Вот благодаря тому же, например, российскому движению школьников сейчас наши дети имеют возможность заявить о себе на уровне Российской Федерации. И очень важно, что это во всей России одни и те же акции, челленджи, конкурсы проводят. И для этого зачастую не требуется больших усилий. То есть нужно что-то узнать, сделать, сфотографировать или видеоролик короткий заснять, выложить у себя в аккаунте в социальной сети с определенным хэштегом. И ты можешь попасть на всероссийский уровень. Причем ты можешь попасть именно с положительным примером каким-то. Наши дети-активисты, они входят и во всероссийские советы РДШ, получают путевки в Артек, в Орленок. В прошлом году ездили в океан. То есть это большие возможности, широкие. В прошлом году также прошел всероссийский конкурс «Впервые большая перемена». И 28 марта стартует новый сезон. У нас в Сульянской области заявилось 3,5 тысячи ребят участия. Это говорит о том, что наши дети готовы участвовать на всероссийском конкурсе. Им это интересно. Они готовы разработать разные проекты, изменять мир к лучшему. 46 человек стало финалистами, и 4 наших ребёнка стали победителями. Вот вздумайтесь только. В конкурсе со всей России приняло участие 1,2 миллиона человек. Сумасшедшая цифра. Победителей было всего 600 человек, и 4 – это наших ребёнка. И мы надеемся, что в 2021 году участников будет ещё больше. Потому что наша задача именно показать ребятам, что сейчас очень много возможностей. Мир открыт. Благодаря нашему интернету, благодаря всероссийским проектам, акциям, у нас есть возможность принимать участие в таких конкурсах, получать большой опыт. Но вот эта возможность есть у каждого школьника, независимо, насколько далеко его населённый пункт находится от областного центра. То есть, опять-таки, благодаря интернету вот эта возможность расширилась, и неважно, в городе ты живёшь или в далёком селе, у тебя одинаковые возможности. Да. Это самая главная задача – сформировать равные возможности, независимо от того, где живёт ребёнок и какой уровень его семьи. То есть, кем работают родители, какой национальности ребёнок, как он учится. Это вообще не учитывается. Если ты можешь… Например, есть такой проект «Школа Лига ораторов». Если ты можешь снимать свои какие-то блоги, можешь стоять красиво перед камерой, не стесняясь говорить, обсуждать, доказывать свою точку зрения, ты можешь в этом проекте стать победителем. В большой перемене ты выполняешь определённые задания, выкладываешь эти задания, если ты думаешь, если ты ищешь, собираешь информацию, можешь её перерабатывать и представлять. А сейчас этому проектному методу учатся все дети в школе. Значит, у всех есть эта возможность стать победителем. Ну и возвращаясь, опять-таки, к воспитанию, это же многогранный процесс, который охватывает все сферы. Тут мы уже обсудили и патриотизм, но не только же со стороны юной армии, не только такой военный патриотизм, так скажем. Должен же быть и гражданский, там, краеведение, может быть, ещё что-то. Как раз мы говорим о том, что у нас военно-патриотическая тема, она занимает небольшую нишу. Когда мы говорим о патриотизме, мы больше говорим об изучении истории, об изучении географии. Для того, чтобы гордиться своей страной, гордиться своим регионом, своим селом, нужно знать историю, географию. Нужно знать ярких личностей, когда мы можем говорить, что да, я живу на родине Герой Советского Союза, например. Важно понимать, какие достижения науки, промышленности наш город дал. И в этом году, в 2020-м, когда президент подписал указ о присвоении города Ульяновска звания «Город трудовой доблести», мы разработали новый региональный проект «Уроки исторической памяти». В течение двух учебных лет, то есть с сентября по май, каждый месяц во всех школах в одну дату будет проходить урок по одной теме. Для этого мы пригласили специалистов Российского военно-исторического общества, нашего государственного архива, ассоциации учителей истории, общества знаний. Разработаны методические рекомендации. Каждый учитель, каждый классный руководитель их получает, они одни и те же. И все дети области эту тему изучают. Основная задача – рассказать о людях труда, о тех, кто в Ульяновске эту победу ковал не на фронтовых, не на полях сражений, а здесь у нас в Ульяновске. У станков. Да, но при этом мы рассказываем не только о станках, не только о промышленности. Мы рассказываем о госпиталях, мы рассказываем о деятелях культуры, о школах, как они работали в военное время, как школьники помогали фронту. Мы рассказываем о том, что во время Великой Отечественной войны к нам была эвакуирована Русская Православная Церковь. То есть задача – рассказать ребятам об этом и почувствовать сопричастность. Почувствовать сопричастность можно только исходя из истории своей семьи. То есть когда можно спросить, а во время Великой Отечественной войны где жила наша семья? Бабушка, прабабушка, чем они занимались, как они в этом были? Это один пример. То есть мы возвращаемся опять же к истории своей семьи, к семье, к осознанию той роли семьи, которой была. Вот это очень важно. Сейчас буквально через месяц стартует новый всероссийский конкурс, он называется «Страна открытий». Это конкурс для школьников видеороликов, когда школьники должны записать короткий видеоролик туристического толка о своем месте жительства. То есть вот ты живешь, например, условно в деревне Хмелевка. Сними ролик, покажи, что интересного есть в Хмелевке. Это не обязательно какой-то памятник, не обязательно какой-то музей. Может быть, есть какой-то географический объект, какой-то лес интересный, родник замечательный, который обладает какими-то легендами, передающимися из уста уста острожилами. То есть важно увидеть красоту родного края, в котором ты живешь, и ощутить гордость, что ты родился и вырос здесь. Вот вы так рассказываете всегда, и вспоминаешь свою школу, и думаешь, ну что ж так было-то? Нет, мы тоже старались, были разные мероприятия. Но вот действительно тогда и техника была не так развита, чтобы притворять в жизнь такие проекты, чтобы ролик-то снять. Это ж надо камеру где-то искать. Сейчас есть возможность у каждого в телефоне, в смартфоне. То есть вот эти технологии, которые шагнули вперед, хотя мы, конечно, с осторожностью говорим о цифровом именно воспитании, мы говорим о том, что цифровые технологии, они могут помочь, они могут служить средством для самореализации, самораскрытия себя. И действительно сейчас в школе появилось очень много нового, очень много возможностей и много возможностей извне. Даже если в твоей школе этого нету, это не значит, что ты не получишь эту возможность. Ты можешь зайти на сайт, узнать об этих новостях, зарегистрироваться и принять участие. Ну и плюс здесь уже выходит, наверное, на первый план такое цифровое воспитание в плане того, чтобы ребенка научить, как правильно воспользоваться тем же интернетом. Потому что, несмотря на море возможностей, которые он открывает, он, в общем-то, и кучу грязи показывает, которую, понятно, запретить невозможно, закрыть, скрыть. Там все равно через какой-то сервис она может просочиться. И здесь надо ребенку показать и научить, что правильно, а что нет. Да, вы затрагиваете очень острую социальную тему. Как раз это важно детей научить, что не все, что есть в интернете, это все правда, потому что мы знаем, что есть фейки, что не все безопасно. То есть важно, и мы начинаем с детьми говорить об этом буквально с первого класса. У нас создан Центр информационной безопасности детей в 2020 году. И Центр, помимо того, что они мониторят социальные сети и выискивают потенциальные угрозы, их основная задача — разрабатывать методические рекомендации для классных руководителей и для родителей. Для того, чтобы классные руководители могли с детьми поговорить и рассказать, какие опасности, какие угрозы может нести интернет. Не только его положительные стороны возможностей, как мы уже обсудили, но и угрозы. И мы сейчас столкнулись с тем, что наши родители, несмотря на всю их современность, на свою молодость, не всегда владеют всеми этими технологиями и не всегда сами осознают эту опасность. Поэтому специалисты нашего Центра информационной безопасности детей, они выходят на родительские собрания, выходят классным руководителям и рассказывают. Ну, например, сейчас очень модно среди молодежи новая социальная сеть, тикток, лайки, и родители не всегда этим пользуются. То есть более возрастные родители, например, там общаются в Одноклассниках, ВКонтакте, кто-то аккуратненько, осторожно заходит сейчас в Инстаграм, но до тиктока родители еще не доросли, не дожили. И важно их учить рассказывать, а что это за социальная сеть, чем она отличается от других, такая ли она безобидная, такая ли она полезная. Нельзя однозначно сказать, что плохо или хорошо. Нужно учить критически мыслить и учить разбираться в этом, что может пойти во благо, что во вред. Это тоже такое цифровое воспитание. Ну, это опять-таки, это надо брать родителей, всем заводить аккаунты, наверное, по всем соцсетям, чтобы смотреть, как минимум просто, может быть, ничего не постить, но ты смотришь, действительно, посмотрел, какие подписки у ребенка, на то же самое подписался, и смотришь, во-первых, ты в теме и на одной волне со своим ребенком, ну и, во-вторых, всегда можно поконтролировать, если там какая-то группа начала что-то не то постить. Ну, не всегда. Или это сложно? Ну, во-первых, не всегда у родителей есть на это время, да? Ну, хотя, конечно, тот вариант, который вы говорите, он идеальный. Не всегда есть время. Во-вторых, мы, как взрослые, не всегда в теме. Такое вот, да, молодежное словечко. Мы можем пройти мимо, безобидно, посчитать, что это группа, этот контент, он безобидный. Хотя есть такие нюансы, о которых знают только специалисты, ну и дети, которые в теме. То есть вы можете даже мимо пройти, не понять, что этот значок означает какую-то, например, группировку. Да, или группу смерти. Мы же не всегда это знаем. Поэтому важно еще и об этом рассказывать. Какие есть маркеры деструктивного контента? Ого, маркеры деструктивного контента. Такой прям серьезный термин. Ну и дальше. Еще в воспитание у нас спорт входит. То есть спортивное воспитание, физическая культура. Сейчас же, опять-таки, в тренде год детского спорта. И нацпроекты нацелены на большее вовлечение людей. Ну там, конечно, любого возраста, так скажем, в здоровый образ жизни. Да, спорт – норма жизни. Да, но ведь все равно он начинается с детей. И вот если, так скажем, с раннего возраста привить эту любовь, то, естественно, человек любовь к спорту пронесет, наверное, через всю жизнь. Вы знаете, специалисты отмечают, и учителя физической культуры, что интерес детей к физической культуре сейчас возрастает. И, наверное, это тоже результат государственной политики, полномерно продвигаемой. Это возобновление комплекса готов к труду и обороне. Да, это губернаторские, наша школьно-спортивная лига. Это президентские соревнования. У детей появилось больше возможности не просто заниматься спортом, а поучаствовать в соревнованиях. Ведь всегда важно получить результат. Вот я хожу, занимаюсь. Я просто очень долгое время организую соревнования по баскетболу среди школьников у нас в Ульяновской области. И я хочу отметить, что когда наши соревнования стали постоянными, полномерными, мне некоторые учителя физической культуры подходили и говорили, вы знаете, мы раньше занимались всегда волейболом. Но так как соревнований волейбола нет, а баскетбол мы точно знаем будем, мы стали больше с детьми заниматься еще и баскетболом. И вот это движение развивается. То есть в области стало появляться очень много соревнований для детей. Есть возможность проявить. И очень важно, что у нас нет зацикленности на каком-то одном виде спорта. У наших школьников есть возможность себя проявлять в разных видах спорта. Коньки, лыжи, футбол, баскетбол, единоборство, тяжелая атлетика. И очень важно, что спорт приходит в село. У нас во многих муниципальных образованиях открыты фоки. Такие, которых мы даже не мечтали об этом 20 лет назад. Есть возможность у ребят заниматься спортом. Это тоже очень важно. Даже же по каждому муниципальному образованию уже опорные виды спорта определяются. То есть там Новоспасское взять, там выбрали хоккей. То есть, ну, есть возможность. В Новоспассском есть фигурное катание. Когда бы еще в сельской местности у девчонок, у мальчишек была возможность заниматься таким высокотехнологичным видом спорта. В Новоспассском вообще очень хорошая ситуация. У них помимо Ледового дворца есть фок, где есть бассейн, где есть игровой зал, где есть зал для единоборств. И важно, чтобы во всех муниципалитетах это появлялось. У нас сейчас большой проект есть, называется «Все обучь по плаванию». Когда буквально со второго класса детей учат плаванию. Это же здорово. Ну, здесь опять-таки все равно надо охватить действительно все виды спорта, чтобы вариативность была. Потому что кому-то, например, командные виды спорта не зайдут. Там ребенку интереснее шахматы. Там настольный теннис может быть. Конечно. Хотя здесь немножко разная направленность. В командном виде спорта очень важно взаимодействие, очень важно коллективное и большое поле для воспитания, для самореализации, для постановки целей, задач на саморазвитие, на работу в команде. В личном виде спорта немножечко другие направления. Там важно самому себя смотивировать, понять, что никто за тебя не отработает. Ты можешь только сам это сделать. Вообще спорт воспитывает очень хороший чисто характер. И волю, и стремление к победе, и ответственность, и пунктуальность. Поэтому физическая культура и спорт – это один из наших основных помощников воспитания того гражданина, который мы хотим видеть. Единственный, наверное, оставшийся вопрос – не упустили ли какой-то аспект воспитания? По-моему, обсудили все, зацепили все моменты. Ну да, мы много поговорили сегодня о многом. Мы говорим о том, что очень важно сейчас понимать, что воспитание, оно многогранное. Даже патриотическое воспитание. Мы говорим и о духовном воспитании, о нравственном воспитании, о том, чтобы наши дети были вежливые, о том, чтобы наши дети уважали старших, давали дань уважения пожилым гражданам, чтобы наши дети были добросердечными и были готовы прийти на помощь бескорыстно. Это очень важно в настоящее время, чтобы уйти от товарно-денежных отношений «ты мне, я тебе», а сделать что-то от чистого сердца, от души и искренне получить от этого удовольствие. Я думаю, что вот то поколение детей, которое мы сейчас растим, поколение добра, с помощью вот этих волонтерских, добровольческих идей, оно будет чуточку добрее. И надеюсь, что нам не будет за это стыдно. Ну что ж, вот на этой позитивной, доброй ноте закончим нашу программу. Напомню телезрителям, в гостях у нас сегодня была директор департамента воспитания и социализации детей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Елена Николаевна Попуша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин